Канал Автозакордон зимой и летом продолжает экскурсию по Кочановке. Ваши диды, Татьяна Андреева и Константин Красовский сегодня дадут ответ на четвертую загадку. Расскажут и покажут еще много интересного. Напомним ответы на первые три загадки. Первая загадка. Первоначальное название этого поселения – Коченивщина. В русифицированную Кочановку ее превратил губернатор Малороссии москвич Румянцев. Вторая загадка. Екатерина II купила Коченивщину вместе с тремя другими селами для резиденции губернатора Румянцева, чтобы ему было проще надзирать за территорией. Третья загадка. Для Румянцева в Кочановке построили роскошный дворец. Но потом губернатор заболел и умер. Двадцать лет дворец стоял без присмотра. Пришел в негодность, и его пришлось нести. Новый дворец стали строить супруги Григорий и Прасковья Пачеки. Но в нынешний вид усадьбу преобразили владельцы с другой фамилией. Эти владельцы утверждали, что ведут свой род от польских графов Тарновских. Мы уже рассказывали о роде Тарновских, которые получили фамилию от названия города Тарна в Польше, а потом основали город Тернополь. Тарновские также владели землями в Кагарлыке. В XVI веке Ян Амор Тарновский был даже великим коронным гетманом. Один из владельцев Качановки разместил во дворце его портрет, намекая, что это его предок. Но на самом деле владельцы Качановки имели совсем другого предка. И это ответ на четвертую загадку. Звали этого предка Иван Иосифович Лешко. В 1685 году он получил универсал Прилугского полковника Лазаря Горленко на владение мельницей. Суть по фамилии – это был сын Ляха, то есть поляка. Людей с такой фамилией в Украине много. Широко известный политик Олег Лешко, главный санитарный врач Виктор Лешко, а Александр Лешко 15 лет был главой правительства Украинской ССР. Но сын Ивана Лешко, Василий, уже именуется Лешко Тарновский. А внук Степан уже просто Тарновский. Каким образом Лешко сменил фамилию на Тарновский, остается неясным. Вероятно, просто купил ее. В царской России принадлежность к древним дворянским родам, в том числе польским, давала привилегии. Поэтому родословные жестко проверялись. Лешко Тарновский не смогли предоставить документов о родстве с польскими Тарновскими, хотя очень старались. Даже герб свой они откровенно позаимствовали. Только у польских Тарновских в верхней части герба семь павлиньих перьев. И на синем фоне желтые звезда и полумесяц. А у украинских пять страусовых перьев. А звезда и полумесяц уже на красном фоне. Первый владелец Качановки из Тарновских, Григорий Степанович, был довольно противоречивой личностью. Большую часть жизни провел в Санкт-Петербурге, как чиновник по особым поручениям при Министерстве внутренних дел. Но летом Григорий Тарновский выезжал в свои имения в Украине. На скромные чиновничьи жалования он приобрел огромное поместье, где работало 9 тысяч крепостных. Григорий Тарновский перестроил дворец в Качановке. При нем был достроен второй этаж с невысоким барабаном, на котором расположился купол, придавший зданию более центричный характер. Были украшены и фасады. Майорский пруд был увеличен, и в нем были насыпаны два искусственных острова. С той стороны видим хаты, кто-то там живет. А в помечащие времена одному из владельцев Качановки показалось, что очень некрасиво, что с той стороны живут крестьяне, и по озеру плавают всякие гуси, утки. В общем, всех крестьян попросили переселиться, а по озеру стали плавать лебеди. Хотя сейчас хаты стоят, а ни гусей, ни уток, ни лебедей не видно. Вместо крестьянской птицы в пруд были запущены лебеди. Этих лебедей нужно увидеть на картине Василия Штернберга, который часто бывал в Качановке. Считая себя покровителем искусств, Григорий Дарновский превратил Качановку в очаг местной культурной жизни. Там гостили известные поэты, композиторы, художники, писатели, например, Николай Гоголь. В 1838 году в Качановке все лето жил Михаил Глинка, где он написал оперу «Руслан и Людмил». Композитор любил работать в Румянцевском гроте под беседкой на холме рядом с прудом. С тех пор она получила название «Беседка Глинки». Беседка Глинки восьмигранная в плане и увенчана фигурным барочным куполом со шпилем. Окна и дверной проем стрельчатой формы, над ними медальоны и профилированный карниз. Стены сплошь выбелены побелкой, фасады украшены медальонами, расписанными по сюжетам оперы «Руслана и Людмилы». Отдаль танки Глинки вниз спускается луг, окруженный высокими дубами. Некоторые из этих дубов даже окружены заборчиком. Вот посмотрите, какой огромный дуб солидного возраста. Гора уже неоднократно расходилась. И огромная-огромная крона у этого дуба. Рядом еще один дуб, тоже огороженный заборчиком. Ну а вокруг много дубов, которые просто здесь рядом растут. Вот, например, совсем молоденький дуб рядом находится. И у него такие сочные зеленые листики, недавно распустившиеся. Вот и вся полянка. Очень сочная, особенно если выйти из темноты, из сини, то эти цифровые цвета становятся очень яркими и сочными. Вот. И вот второй дуб прямо на берегу пруда. Он окружен тоже заборчиком. И огромный ветвистый дуб. Это, наверное, то, что называется Нижний парк. На берегу лодочная станция, которые могут приставать сюда, плавающие по этому водоему. В 1839 году художник Василь Штернберг познакомил Тарновского с Тарасом Шевченко, который в мае 1843 года посетил Кочановку. У Кобзаря сложилось неоднозначное отношение к владельцу садьбы. С одной стороны, он подарил или продал ему одну из своих лучших картин – Катерина. С другой стороны, в повести «Музыкант» описан сластолюбец и развратитель пан Арновский и его гаремы из крепостных крестьянок. В повести «Художник» Тарас Шевченко высмеял малороссийского аристократа. Григорий Тарновский и его жена Анна Дмитриевна умерли в один день в 1853 году. Детей у них не было, и Кочановка досталась двоюродному племяннику Василию. На этой картине художника Волоскова, за чайным столом, слева сидит хозяин, Григорий Тарновский, а стоит, облокотившись на его кресло, будущий владелец Кочановки Василий Васильевич Тарновский старший. Сын тоже был Василий Васильевич, поэтому их пришлось именовать старший и младший. Одноклассник Николая Гоголя по Нежинскому лицею Василий Тарновский старший закончил юридический факультет Московского университета, преподавал русскую историю в Житомирской гимназии. Василий Васильевич участвовал в работе комиссий, составивших положение об освобождении крестьян. При нем служебные постройки Кочановки из деревянных были перестроены в кирпичные. Но и у него были недостатки. Василий Васильевич кутил, его сын свидетельствовал. Отец мой все свое имущество прогулял на водку. За всю свою жизнь он так замечательно проспиртовался, что лежит в церковном склепе совсем нетленный. После смерти Василия Тарновского старшего в 1866 году усадьба по наследству перешла к его сыну Василию Тарновскому младшему. По воспоминаниям бывавшего в Кочановке историка Дмитрия Яворницкого, у Василия Тарновского младшего в жизни были три главные страсти. Парк, коллекция и женщины. При новом хозяине в усадьбе был перестроен дворец. Поднят выше барабан купола и достроен второй этаж правого и левого крыла. Кочановский дворец построен в стиле русского классицизма с элементами неоклассицизма и представляет собой прямоугольное двухэтажное здание с тремя резолитами, то есть выступающими частями здания со стороны паркового фасада. Первый этаж дворца кирпичный. Второй деревянный, облицованный кирпичом. Центральная часть дворца увенчана полусферическим декоративным куполом на высоком, рустованном, то есть как бы неотесанном барабане. Ребристый купол увенчивает небольшая смотровая площадка, защищенная металлической решеткой. По периметру барабана имеется ряд овальных окон, обрамленных профилированными наличниками. Со стороны главного фасада под прямым углом к дворцу примыкают два одноэтажных флигеля, благодаря которым дворец сохраняет традиционную п-образную в плане форму. Башня построена в период между 1866-1898 годами, как водонапорное сооружение. Она расположена на территории парадного двора с торца южного флигеля. Сохранилось описание усадьбы этого времени. Всю центральную часть первого этажа занимал летний сад, в котором росли тропические растения, а по углам для гостей были расставлены диваны из красного дерева. Наверх вела широкая лестница, усланная красным ковром. На втором этаже располагался рыцарский зал, стены которого были увешаны старым оружием и портретами полководцев, вельмож и гетманов. Далее располагалась галерея с бюстами якобы предков Тарновского, начиная с коронного гетмана Яна Тарновского. В имении хранилась и знаменитая коллекция Василия Тарновского-младшего, которую он начал собирать еще в студенческие годы. Василий Тарновский в парке занимался акклиматизацией растений, посадив ранее не встречавшиеся в этих краях хвойные деревья. В части парка с неровным рельефом была создана своя Швейцария. Появилась горка любви, полн верности, хвойная горка. Аллеи были украшены малыми архитектурными формами, кованными скамьями, мраморными скульптурами, из которых сохранилась лишь одна. Причем по одной версии она называется зима, а по другой осень. Качановский парк расположен на двух ярусах. На верхнем расположена небольшая регулярная часть с геометрическим планированием возле дворца, состоящая из аллеи от дворца до церкви, портера, сквера и площадки. Две главные аллеи, что ведут в усадьбу с севера и с юга, высажены каштанами. Недалеко от северного крыла дворца видим указатель на альтанку Глинкин. Летом с ним белеет акации. Целый акациевый сад, лес. Вот эти все огромные деревья – это акации. Когда я была маленькая, рядом с домом, где я жила, был сквер, и в нем росли акации. Но это были кусты, они были чуть выше меня ростом. И я считала, что акация – это куст. А здесь акации огромные, многолетние деревья. И им действительно много-много лет. Они такие высокие. А вот здесь есть беседка. Можно мне посидеть и побеседовать. На нижнем ярусе расположен один из крупнейших пейзажных парков в Украине и в Европе. Его площадь составляет 560 гектаров. Возле пруда растут акации, не только ивы. Но здесь акации, которые больше похожи на кусты, чем на огромные деревья. Внизу, между прудами, проложена дорога, которая поднимается по берегу и проходит под арочным мостиком, который, впрочем, сейчас находится в аварийном состоянии. По дороге от романтических руин к дворцу обнаруживаем остатки плоского моста, который, видимо, был частью макета фортификационных сооружений. С южной стороны дворца Могила Медведей, памятник Шевченко, скульптура Осень и фонтан Почти все лето 1880 года в Кочановке провел художник Илья Репин. Здесь он написал знаменитую картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Хозяина усадьбы он запечатлен в образе усатого казака в черной шапке, стоящего по правую руку от писаря. Василий Тарновский также изображен на картине Репина «Гетман» и на рисунке «Казак». Значительные расходы на благотворительность и коллекционирование, расточительный образ жизни поставили Василия Тарновского-младшего на грани разорения. В 1898 году он был вынужден продать Кочановку сахарному королю Павлу Харитоникам. Свою коллекцию Тарновский передал в дар Черниговскому земству и позже она вошла в состав Черниговского художественного музея. При Харитоненко усадьба была электрифицирована и телефонизирована. После его смерти в 1914 году его дочь Елена и ее муж Михаил Олив стали владельцами усадьбы. Когда пара обручалась, вся аллея от парка до дворца была усыпана сахаром, чтобы все знали, откуда у них деньги на такую сладкую жизнь. В 1915 году Кочановку посетил художник Кузьма Петров-Воткин, который писал дубы, тополи, каштаны, белки, прыгающие с ветки на ветку, пруды с аистами, лебедями и лебедятами, а в центре всего замок на 76 комнат, переполненные редкостной мебелью и произведениями искусства. После Октябрьской революции усадьба была национализирована. Из неохраняемого дворца крестьяне разворовали картины и мебель. Мраморные каменные статуи и бюсты были украдены или уничтожены. Романтические руины и беседка Глинки разбирались местным населением на кирпич. В Георгиевской церкви устроили клуб. В романтических руинах была устроена хлебопекарня. С 1925 по 1933 годы в усадьбе размещалась детская коммуна имени Воровского. Потом на территории усадьбы находились эвакуационные госпитали, о чем сообщает мемориальная доска. Кочановка продолжала приходить в запустение. В 70-е годы 20-го века в усадьбе располагался туберкулезный санаторий. И только в 1974 году была начата реставрация усадьбы. А в 1981 году Кочановка была объявлена государственным историко-культурным заповедником. Усилиями потомков прежних хозяев усадьбы, проживающих в Великобритании, Германии и Киеве, создано и активно действует международное общество «Друзья Кочановки», которое ставит целью привлечения средств и спонсоров для возрождения дворцового паркового ансамбля и превращения его в международный культурный центр. При этом нынешнее состояние здания не вполне благополучно. И в нескольких местах мы увидели предупреждение администрации, что слой штукатурки может обрушиться и находиться под ней не рекомендуется. Кочановка является единственной среди усадеб северо-восточной Украины, которую удалось сохранить в комплексе. А мы едем дальше, в Сакиринцы. Причем собираемся посетить там не только усадьбу Галаганов, но еще один интересный объект в самом селе. Если вам понравилось разгадывать вместе с нами загадки Кочановки, ставьте лайки и делитесь видео со своими друзьями. Подписывайтесь на канал Автозакордон зимой и летом и вы узнаете много загадочного и увлекательного об Украине и других странах. До следующей встречи!